В эфире новости о мужской экономике. Здравствуйте! И вот что мы готовы рассказать вам в этом выпуске. Строители Дальнего Востока хотят создать интерактивный кластер на интернет-платформе, который должна заработать максимум через год. Можно будет взять в аренду технику, связаться с проектировщиками и пригласить на практику студента-строителя. Проект кластера презентовал председатель саморегулируемой организации строителей Хабаровского края. Впервые Благовещенские собрались строительной компанией Камчатки, Сахалина, Владивостока, Хабаровска, Якутии. Чем грозит дальневосточным строителям вступление России в ИТО, рассказывает Елена Тимошенко. Июльское повышение тарифов на ЖКХ уже ударило паморским строителям. Подорожавшая электроэнергия автоматически потянула за собой цены на цемент. Этот строительный материал подорожал на 4%. Выросла стоимость и металлоконструкций. Это проблема амурчан. Сахалин на окружной конференции говорил о своей беде. Аукцион на строительство здесь нередко выигрывают подрядные организации, которые не знакомы с условиями работы в сейсмоопасных зонах. Такой болезнью, по мнению представителя Сахалинстроя Валерия Мазалевского, болеет только Дальний Восток. В той же Японии строитель из одной префектуры никогда не выиграет аукцион на строительство объекта в другой. У нас этот принцип пока не работает. То же самое со строительными получается, когда они участвуют в этих торгах с других регионов. Они, во-первых, менталитетно этого не понимают, что там другие устроены. Во-вторых, если так говорить по Сахалину, приходят к нам подрядные организации, которые ни разу в жизни в сейсмических районах не работали, ни разу в жизни в климатических районах их не работали, этот нонсенс надо прекращать. Общая проблема у всех дальневосточных строителей сейчас одна – скорое вступление России в ВТО. Ведь тогда соперничать придется не только с уже привычным Китаем, но и с мировым лидером в этой отрасли – Южной Кореей. Не в нашу пользу и сравнение с западными странами. На 20% ниже производительность труда, чем в США и Канаде. Объясняется это большой долей ручного труда на стройках региона. Дальневосточные строители не спешат закупать технику. Ведь аукцион на возведение того или иного объекта может закончиться не в их пользу. А дорогостоящие машины придется содержать. Представитель саморегулируемой организации строителей Хабаровского края предложил выход. То есть это будет мощный ресурс. Что-то вроде бы, допустим, ну, не знаю, Facebook и так далее. То есть типа сети социальные, где, предположим, любой наш строитель, строительная организация. Допустим, у меня хабаровчане, многие хотят работать на космодроме, там, допустим, в Амурской области у вас, да. И они, они могут зайти, значит, на интернет-сайт, допустим, этот ресурс. И четко узнать, у кого, допустим, там, в Свободном, там, в Сейрышево есть свободные бульдозера, чтобы из Хабаровска, допустим, их не тащить, а взять просто в аренду. Арендный принцип Михаил Сорокин позаимствовал у советского прошлого. В Союзе колхозы брали технику в аренду у машино-тракторных станций. У кластера, создание которого единогласно поддержали члены окружной конференции, будут и другие функции. Интернет-платформа должна наладить диалог между производителями строительных материалов, проектировщиками и специализированными учебными заведениями. Здесь же будет доступна информация об опыте применения новых строительных материалов. Сейчас дальневосточники их практически не используют. От той же Южной Кореи по технологиям мы отстаем на 20 лет. Интерактивный кластер, созданный по типу социальной сети, должен сделать дальневосточных строителей более конкурентоспособными после вступления России в ВТО. Создание интернет-ресурсов по подсчетам обойдется в 12 миллионов рублей. Елена Тимошенко, Иван Сумак, экономические новости. А сейчас традиционный анализ цены. На этой неделе мы расскажем, какая строительная компания предлагает жилье дешевле, какая дороже. Итак, на 20 июля стоимость квадратного метра в Благовещенске. Компания «Благовещенскстрой» предлагает квадратный метр по цене от 46 до 65 тысяч рублей за квадрат. Спецпредложение городка 48 тысяч за квадратный метр в микрорайоне Европейский. Ценовой максимум в этой компании 55 тысяч рублей. Амурская строительная компания предлагает квартиры в микрорайоне по цене 53 тысячи за квадрат и по 62 тысячи в центре. Компания «Амурстрой» по данным на 20 июля продала все объекты, поэтому данные цен на квадрат этой компании мы не предоставляем. Таким образом, дешевле всего на 20 июля квадратный метр у компании «Благовещенскстрой» – 46 тысяч. Ценовой максимум, опять же, у этого застройщика – 65 тысяч за квадрат. В Преамуре выбрали лучшие инвестиционные проекты по итогам 2011 года. Конкурс проводился впервые. Семь проектов оценивали специалисты отраслевых министерств Амурской области. Лучших выбирали в четырех номинациях. А претендовать на победу могли организации, которые ввели инвестиционный проект в эксплуатацию и начали производить продукцию в 2011 году. Лучшим в сфере промышленного производства стал проект горнодобывающего предприятия по производству обогащенной железной руды на базе Кураханского месторождения руд. В сельском хозяйстве победа досталась саграфирме «АНК», которая простроила молочный комплекс на 1200 голов и дополнительные помещения для содержания 600 коров. В сфере транспорта и дорожного хозяйства победитель не определён. Второе место присудили проекту первой очереди терминала внутренних авиалиний аэровокзального комплекса «Благовещенска». А проект модернизации и реконструкции Благовещенского завода строительных материалов признан лучшей инновацией. На поддержку начинающих амурских фермеров из областного и федерального бюджетов выделено более 12 миллионов рублей. На грант могут рассчитывать те, кто зарегистрировал крестьянско-фермерские хозяйства не более года назад. Деньги в Преамуре распределяются впервые. Сначала финансовую помощь рассчитывали получить 32 предпринимателя. После первого этапа анализа документов осталось 12 претендентов. Всего по итогам второго тура гранты получат 9 человек. Максимальная сумма, которую фермер может получить – полтора миллиона рублей. Главное условие – реальный бизнес-план. Комиссия беседовала с претендентами в течение трех дней. Решение специалистов станет известно уже 27 июля. Основной уклон у нас начинающих фермеров на развитие животноводства. Но есть претенденты, которые желают разводить, заниматься рыбоводством и коневодством. И растеневодством также есть. Фермеры у нас участвуют из Завитинского района, Зайского, Благовещенского и других. Фермер из Зайского района претендует на получение миллиона трехсот тысяч рублей на покупку уборочного комбайна. Он планирует организовать в районе собственную кормовую базу для тех хозяйств, которые занимаются производством молока. Основной потребитель здесь – Покровский рудник. Предприятие ежемесячно закупает 10 тонн молока. Затраты по подсчетам аграриев должны окупиться уже через три года. Шесть фермеров собираются открыть семейные животноводческие фермы. Так, разводить гирифордов хотят на мини-ферме в Мазановском районе. Работать здесь должны три семьи. Мясо планируют поставлять в свободный. А с первого августа и вся техника местной сборки станет для аграриев вдвое дешевле. Об этом договорился губернатор Олег Кожмяк на встрече с главой Росагролизинга в Москве. Для удешевления комбайнов, которые сейчас находятся на амурских складах, будет вылено 493 миллиона рублей. Программа будет действовать и в следующем году. В 2013-м аграриев смогут приобрести и за полцены 75 тракторов белорусского и кировского производства. И 150 комбайнов Амур-Полесь и шимановской сборки. А уже совсем скоро в область поступит новый трактор завода «Кировец», оснащенный двигателем «Мерседес» мощностью в 500 лошадиных сил. Для демонстрации преимуществ машины специалисты завода специально приедут в Амурскую область. Приобрести его амурские аграрии смогут также за полцены. Четыре недостроенных дома фирмы «Россия» сняты с торгов. Аукцион, который был назначен на 3 августа, отменен. Как сообщает амурская правда, причина в том, что свою долю в недостроенных лидерах зарегистрировали ряд дольщиков, тем самым уменьшив активы фирмы «Банкрота». Сейчас дома будут оценивать вновь и только затем проведут торги. Между тем расчет с кредиторами продолжается. Свои деньги уже вернули многие вкладчики России. Это стало возможно после продажи торгово-развлекательного центра «Острова». По данным организаторов, электронных торгов поступили заявки на покупку одного из самых крупных участков Чигиринских земель. Площадь более чем в 50 гектаров. Лот оценен 130 миллионов рублей. Перетендентов на покупку остальных семи участков пока нет. В ходе торгов земля будет терять цене по 10% каждые пять дней. А с 16 июня дата начала торгов стоимость лотов уже упала на 60%. 25 июля организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, должны заплатить авансовый платеж по итогам первого полугодия. Как правильно это сделать и чем удобен этот налоговый режим, рассказывает Елена Тимошенко. Упрощенная система налогообложения – один из четырех действующих в России специальных налоговых режимов, ориентированный на малый бизнес. Для организации условия для перехода не более 45 миллионов рублей дохода по итогам 9 месяцев. Перейти на упрощенку можно с начала календарного года. Для этого достаточно с 1 октября по 30 ноября подать заявление в налоговую инспекцию. При переходе организаций на ОСН в заявлении нужно сообщить о своих доходах за 9 месяцев, средней численности работников и остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов на 1 октября текущего года. Организации «Новички» и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели могут подать заявление в течение пяти дней с даты постановки на налоговый учет. Обращенная система налогообложения очень популярна среди амурчан. Из 30 организаций, с которыми работает аудитор Татьяна Максимова, этот налоговый режим использует каждая третья, в том числе и сама руководитель фирмы. Как руководитель своей организации я выбрала упрощенную систему налогообложения по нескольким причинам. Во-первых, значительно упрощен налоговый учет. Во-вторых, единый налог заменяет ряд налогов. Это налог на имущество, налог на добавленную стоимость и налог на прибыль. Но ряд организаций не могут, не имеют права применять упрощенную систему налогообложения. Это банки, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды. Индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не уплачивают НДФЛ, налог на имущество физических лиц и НДС. Объектом налогообложения признаются доходы, либо доходы, уменьшенные на величину расходов. Налогоплательщик вправе самостоятельно выбирать объект налогообложения и может изменять его ежегодно. В течение налогового периода, который составляет календарный год, объект налогообложения не может изменяться. Объект налогообложения организация или индивидуальный предприниматель выбирают самостоятельно. Если только налогоплательщик не является участником договора простого товарищества или договора доверительного управления имуществом. В этом случае объектом налогообложения должны являться доходы, уменьшенные на величину расходов. Налоговая ставка в этом случае составляет 15%. Когда объектом налогообложения выбраны доходы, налоговая ставка составляет 6%. Елена Тимошенко, Сергей Битков, экономические новости. Это все новости о мужской экономике. С вами была Светлана Вакулович. Смотрите нас, чтобы всегда быть в курсе. Редактор субтитров А.Семкин